Мы находимся в магазине G-Sort, меня зовут Сергей. И сегодня у нас видеообзор, посвященный строительной химии. И сегодня будем смотреть грунтовку Форба 0,44. Грунтовка пленочного типа. В прошлом видео рассказывал про 50-ю. Это была грунтовка глубокого проникновения. Это принципиально другая грунтовка. Нужна в других случаях. Если грунтовка глубокого проникновения, это укрепить основание, понизить впитываемость воды, это грунтовка, когда нужна, когда у нас есть одна поверхность, которая плохо впитывает воду, как правило, и нам нужно к ней приклеить какую-то другую поверхность, не обязательно приклеить, связать. Например, к дереву или к плитке. Самый частый случай у нас есть керамическая плитка, например, на полу. Нам нужно поверхность на нее сделать наливной пол, финишный. Керамическая плитка воду не впитывает. И мы должны как-то... А клей он куда-то воду должен отдавать. И мы должны повысить сцепление одной поверхности с другой поверхностью. Эту грунтовку используется именно в таких случаях. Когда вы ее нальете на пол, валиком раскатаете, она подсохнет, это будет как пленочка такая липкая. Ну, как раз для этого эта грунтовка нужна. Почему сразу написал время и три восклицательных знака? Самое главное с этой грунтовкой, это понимать, что почти во всех случаях она требует долгого времени подсушки. То есть нельзя работать быстро после того, как вы ее нанесли. Дальше есть ниже таблица, в которой я об этом расскажу подробно. Но, в принципе, если вы время не выдержите, будет очень плохо. Ничего хорошего не получится. Грунтовка подходит и для внутренних, и для наружных работ. Ну, работать надо свыше плюс 15 градусов, конечно. И влажность там 65-75%. Значит, саму грунтовку можно замораживать до пяти раз там. Она может через ноль переходить, ничего ей не будет. Вот. Ну, это иногда бывает. А, мне привезли там замороженную. Не страшно. Может спокойно ее разморозить и работать. Вот. Зимой бывает такое. Значит, грунтовка концентрированная. Почти всегда ее нужно разбавлять. Но почти всегда, не всегда. Сейчас скажу, когда не нужно разбавлять. Пропорции разные. Сейчас о них тоже расскажу. Вот. И вот расскажу как раз о случаях, которые есть. Когда ее применять. То есть, нужно... Ну, давайте вот расскажу про концентрации и про время подсушки для разных случаев. Во-первых, нужно разделить два больших случая. Вот они. Цементная смесь у нас или гипсовая ложится на эту грунтовку. То есть, это вот финишное покрытие. Оно цементное или гипсовое. И в зависимости от этого тоже меняется время подсушки. В первую очередь. Мы представим вот себе ситуацию. У нас есть какое-то цементное основание или бетонное основание, которое хорошо впитывает воду. И нам нужно поверх него сделать финишный цементный пол. Наливной. Значит, что важно. На самом деле, здесь нужно использовать другую грунтовку, 50-ю. Но может сложиться такая ситуация, что у вас осталась форма 0,44-я, а 50-й грунтовки глубокого проникновения нет. И ее можно использовать вместо 50-й. Ее нужно разбавить один к двум, налить. Это получится дороже просто, но просто девать некуда. Можно в таких случаях использовать по цементному основанию. Разбавили один к двум, нанесли валиком, подсушили 30 минут и, пожалуйста, пользуйтесь. А вот если у вас по цементному полу идет гипсовый наливной пол, то тогда ее сушить нужно уже 15 часов. Все, подсушите меньше, у вас гипсовая потом смесь отщелкнется от вот этого цементного пола. Значит, потом берем случай, например, как раз на плитку, на асфальт, нам нужно приклеить либо там цементный, налить цементный пол или гипсовый пол. Разбавляем один к одному, по цементному основанию 4-6 часов сушим, по извиняюсь, по цементному полу сушим 4-6 часов и по цементному, по плитке асфальт сушим 4-6 часов, когда сверху льем цементный пол. И если льем гипсовый пол, то сушим уже 15 часов. Дерево ДСП. Здесь надо работать прям концентратом, не разбавляя. Если мы его разбавим и нанесем на дерево, там вода и с вашим деревянным основанием получится неизвестно что. То есть, разбавляем один к нулю, работаем концентратом. И в том и том случае сушим 15 часов минимум. Больше можно, можете и 30 часов ее сушить, пожалуйста, меньше нельзя. значит, у нас с вами гипсовый пол, поверх наносим или гипсовая стена, по стене тоже можно работать, наносим либо там цементную штукатурку, либо цементный наливной пол, разбавляем всегда один к одному, но время подсушки для цементного лицевого слоя всегда 15 часов. Если у вас тоненький гипсовый пол, в принципе, там 2 мм, вот такой 3 мм, в принципе, достаточно час посушить эту пленочку, которая у нас получилась, эту грунтовку, дать ей подсохнуть, но там свыше 5 мм уже 15 часов она будет долго сохнуть, может там 15 часов она выдержится, пожалуйста, вот, не торопитесь. Это как гвл, по гвл тоже ее нужно и можно наносить, и в том и в том случае и для цементной шпаклевки, и для гипсового наливного пола один к одному разбавляем, сушим 15 часов. Какие еще тонкости есть? Есть ли, может быть, такой случай, например, у вас гипсовое основание, гипсовый финишный пол, вы хотите на него приклеить паркетную доску. Вот эту грунтовку в этом случае использовать нельзя. Почему? Потому что паркетные клея очень мощные, у вас вот паркет приклеили, и он начинает дышать, там температура меняется, вот этот клей, пленочку вот эту, он стащит, он гораздо прочнее, то есть он просто оторвет ее от основания, и тогда от этой грунтовки будет только вред. Грунтовать там, конечно, надо, но совсем другой грунтовкой. Вот, и есть еще один случай, когда вот тоже лучше ее не использовать, тоже нужно другую грунтовку использовать, это, например, у вас, когда уже на основании есть остатки какого-то водорастворимого клея, то есть, например, вот у вас пол, сняли, виниловую плитку, там остался какой-то клей, вам чистить ее не хочется, вот эти остаточки, вот эту грунтовку использовать и надо, это нужна другая грунтовка, там тоже ничего хорошего не получится. Надеюсь, видео было полезным, задавайте свои вопросы, приходите к нам в магазин, делайте покупки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok